Привет, друзья! С вами проект Индубай. Сегодня вы увидите очередное видео от Азата. И Азат вам расскажет про деньги в Арабских Эмиратах. Ни для кого не секрет, что в Арабских Эмиратах основной валютой являются дирхамы. Вот так они выглядят. Вот я для вас специально составил такой веер. 8 купюр с достоинством 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 и 1000 дирхам. Вот так эти купюры выглядят с обратной стороны. Вот так они выглядят с обратной стороны. И теперь я расскажу вам про каждую купюру в отдельности и покажу ее более подробно. Итак, начнем с вами с самой маленькой купюры. Это 5 дирхамов, самая маленькая купюра. Вот вы видите, здесь на купюре написано 5. Здесь написано по-английски 5 дирхамс. Здесь на картинке нарисован маяк. С обратной стороны эта купюра выглядит вот так. Вот это арабская цифра 5. Чтобы легко вам было ее запомнить, вы можете запомнить ее как треугольный кругляшочек. Я ее так лично для себя запомнил. То есть, если вы видите треугольный кругляшочек, то это значит цифра 5 по-арабски. Следующая купюра по достоинству идет. Это 10 дирхамов. Вот так она выглядит. Здесь, естественно, написано 10. Тут 10 дирхамс. На картинке, скорее всего, финиковая пальма нарисована. С другой стороны купюра выглядит вот так. Здесь по-арабски написано цифра 10. То есть, вот эта палочка – это цифра 1, а вот этот маленький ромбик – это цифра 0. Следующая купюра – это купюра достоинства в 20 дирхам. Вот вы можете видеть, здесь написано 20. По-английски написано 20 дирхамс. На картинке нарисована арабская лодка, либо какой-то парусник. На другой стороне мы видим здесь 20 написано арабскими цифрами. Вот эта цифра – это цифра 2, а маленький ромбик, как вы знаете, это цифра 0 по-арабски. Следующая купюра – это купюра в 50 дирхам. Вот вы видите, написано 50 цифрами. В 50 дирхамс написано по-английски. На картинке нарисована крепость. На другой стороне мы видим 50 написано арабскими цифрами. Вы уже все знаете, что это за цифра. Треугольный нолик – это цифра… Правильно, это цифра 5. А маленький ромбик – это цифра… Правильно, это цифра 0. Следующая купюра, которая идет по достоинству – это 100 дирхам. Вот так она выглядит. Здесь вы видите 100 написано цифрами. 100 дирхамс написано по-английски. На картинке небоскреб. На другой стороне мы видим написано 100 арабскими цифрами. Эта палочка означает единичку. Два маленьких ромбика означают два нулика. Следующая купюра – это купюра в 200 дирхам. Здесь вы видите написано 200 цифрами. 200 дирхамс написано по-английски. На картинке какое-то здание. Скорее всего, это какое-то известное здание. Но я не знаю, что это за здание. Если вы знаете, можете написать в комментариях. На другой стороне мы видим написано 200 арабскими цифрами. Вот это цифра 2. Два маленьких ромбика – это два нулика. Следующая по достоинству купюра идет – это купюра в 500 дирхам. Вот вы видите, написано цифрами. Здесь написано по-английски 500 дирхамс. На картинке нарисована мечеть. Переворачиваем купюру и видим здесь треугольный нолик – это цифра 5 по-арабски. Два маленьких ромбика – это значит два нуля по-арабски. И последняя купюра, самая крупная купюра на территории Арабских Эмиратов – это купюра в 1000 дирхам. Вот вы видите, здесь написано 1000. Здесь написано 1000 дирхамс по-английски. На картинке городской пейзаж, как вы можете видеть. На другой стороне 1000 написано арабскими цифрами – единичка и три нуля. Вот такие вот купюры есть в обращении в Арабских Эмиратах. И теперь я покажу вам, как эти купюры смотрятся вместе, как они выглядят рядом. Итак, самая большая – это купюра 1000 дирхам. Потом идет купюра 500 дирхам. Потом идет 200 дирхам. Потом 100 дирхам. Потом 50 дирхам. Потом 20 дирхам. 10 дирхам. И 5 дирхам – самая маленькая купюра. Вот теперь вы можете увидеть все эти купюры, как они лежат рядом. Как вы видите, самая маленькая купюра в 5 дирхам, она самая маленькая по размеру. Дальше, чем больше достоинства купюры, тем больше размеры самой купюры. Видите, 10 дирхам чуть больше, 20 чуть больше размером. 50 дирхам купюры еще больше. 100 дирхам еще больше. 200 дирхам еще больше по размеру. И 1000 дирхам – самая большая купюра по размеру. Итого, как вы знаете, всего 8 купюр находятся в обращении в Арабских Эмиратах Теперь я покажу вам обратную сторону этих купюр еще раз Вот так вот все эти купюры выглядят с обратной стороны Еще, друзья, я хочу дать вам один очень важный совет Вы, наверное, все знаете, что в России и, скорее всего, на территории СНГ существуют такие шуточные купюры Там написано, например, 100 бабок или 200 чего угодно, тысячи медвежат, может быть, написано, неважно Вот такие шуточные купюры ни в коем случае не пытайтесь брать с собой в Эмираты Даже если вы хотите там разыграть друзей, даже если вы хотите просто показать людям как экзотику Эту шутку здесь не поймут Поэтому оставляйте все игрушечные купюры дома А сюда, по приезду в Эмираты, берите настоящие доллары Либо что у вас есть, евро можете взять И, конечно же, я должен вам рассказать про монеты, которые находятся в обращении на территории Арабских Эмират Монеты запомнить вам будет очень просто, потому что их всего три штучки Самая крупная монета, это монета с достоинством в один Дирхам Вот она выглядит так Вы видите, здесь цифра единица арабская И по-арабски написано Дирхам Кто умеет читать по-арабски, для вас это не составит особого труда Следующая монета, она идет чуть поменьше по размерам Вот такая вот семигранная монета Это пол Дирхама Здесь ее называют либо пол Дирхама, либо 50 филсов То есть филсы это копейки арабские Вот, 50 филсов это то же самое, что в России 50 копеек Вот вы можете видеть, она чуть поменьше, чем один Дирхам по размеру И такая, ну скажем так, квадратная форма Следующая монета и последняя Это монета в четверть Дирхама Она называется 25 филсов Как вы видите, она тоже круглая, как один Дирхам Но размером чуть поменьше, чем вот эта монетка Чем монетка в 50 филсов Давайте я вам покажу, как эти монетки выглядят с обратной стороны Вот У одного Дирхама на другой стороне нарисован кувшинчик У 50 филсов на другой стороне нарисованы нефтяные вышки А у монетки в 25 филсов на обратной стороне нарисовано какое-то животное Я не знаю, это то ли козел, то ли олень, то ли косуля Если вы знаете, что это за животное, пожалуйста, напишите в комментариях А теперь викторина Сейчас я покажу вам три купюры И вы должны будете угадать, каждая купюра какого достоинства И, пожалуйста, напишите в комментариях, что это за купюра Итак, вопрос номер один Какого достоинства это купюра? Вопрос номер два Какого достоинства это купюра? Вопрос номер три Какого достоинства это купюра? Пожалуйста, пишите ваши ответы в комментариях Прямо так и пишите Ответ номер один Купюра такая-то Ответ номер два Купюра такая-то Ответ номер три Купюра такая-то Если вы затрудняетесь ответить на эти вопросы, просто перемотайте это видео назад и посмотрите его сначала С вами был Азат, специально для проекта InDubai Подписывайтесь на этот канал, оставайтесь с нами, до скорых встреч, всем пока-пока